МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нормальные цивилизованные термометры электронные. Вот падишь ты! Так я и знал. Тем не менее, если у вас в доме сохранился ртутный градусник, пора от этих привычек отказываться. В 21 веке ртутные термометры практически нигде не используются и не выпускаются. Более того, существует даже Всемирная декларация о запрете применения ртуть-содержащих измерительных приборов. А вы это знали? Нет, не уверена. Тем не менее, если всё-таки разбился, термометр, что мы должны знать? Опасны именно пары ртути, которые мы будем выдыхать. Ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов. 18 градусов! Поэтому чем в комнате теплее, тем активнее надо суетиться. Ни в коем случае не собирайте ртуть с помощью пылесоса. Используйте для этого скотч. Это самое удобное. Если ртуть попала в какую-то щель, вы её видите, достать не можете. Обычно в такой ситуации используются всякие клизмочки, спринцовки. Тем не менее, есть более современная альтернатива. Как правило, в доме, где есть маленький ребёнок, есть такая очень нужная штучка, которая называется соплеотсос. Можно попытаться использовать его. Это у нас есть. Соплеотсос стоит совсем недорого. После процедуры с добытой ртутью его вполне можно будет утилизировать. И вопрос? Вы должны знать, что если вы знаете, что в этом месте есть ртуть, но не можете её оттуда никак извлечь, то нейтрализовать пары ртути можно с помощью специального раствора, который вы легко и быстро приготовите в домашних условиях. Как? Для этого надо в одном литре воды растворить 40 грамм натертого хозяйственного мыла и 50 грамм кальцинированной соды. И вот этим раствором залить потенциально опасное место. Как всё просто. Нету слова. Теперь, когда вы знаете, как справиться с этой неприятностью, давайте всё-таки направим наше умение и здравомыслие на то, чтобы этой ситуации избежать. Давайте сохраним этот термометр где-нибудь в уголке. Будем потом детям, внукам показывать, как было раньше, а сейчас всё-таки есть нормальные электронные термометры. Удачи вам, мебалит. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...